101 факт о Беларуси от Беларуса. Вы будете удивлены, но территория Беларуси 207 тысяч квадратных километров, что делает ее 84-й страной в мире по площади. Она не имеет выхода к морю и граничит с Россией, Украиной, Литвой и Польшей. Однако в Европе это далеко не самая маленькая страна. На ее территории могут спокойно поместиться Бельгия, Голландия, Швейцария и Венгрия сразу. Беларусь разделена на 6 областей, а самый близкий крупный город к Минску – Вильнюс, для посещения которого белорусам, кстати, нужна виза. Без нее в Литву не пустят. Большую часть территории Беларуси занимают реки, озера и леса, из-за чего страну прозвали «легкими Европы». Население Беларуси составляет чуть больше 9 миллионов человек. Для сравнения, в одной лишь Москве и Московской области живет порядка 22 миллионов. А доля городского населения в стране составляет около 75%, что достаточно много. Население столицы Минска, где я и живу, составляет около 2 миллионов человек, что ставит его на 11 место по численности в Европе. Сам город очень чистый, и помимо самых разных парков и скверов, тут находится второй по величине ботанический сад в мире. К тому же Минск очень безопасный, это правда, но для того, кто не держит язык за зубами, довольно опасно. В топе из 378 самых опасных городов мира он занял 351 место и по праву удерживает лидерство во всем СНГ. Плюс ко всему, ночью тут достаточно тихо, из-за небольшого количества ночных клубов и баров. В Минске также находится самая длинная улица в Беларуси, проспект независимости. Это одна из самых протяженных улиц во всей Европе, и она уже не первый год претендует на включение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Национальными языками в Беларуси считаются русский и белорусский. Но белорусский тут в меньшинстве, его изучают лишь на отдельном предмете в школе, а основные занятия, официальные документы и так далее ведутся на русском. Тому ведаю я гэтый язык вельми дрэнно, але у меня есть некольки сябро, які размавляют на мове, и робят гэта принципиально. Че он сказал? Большинство белорусских слов пишутся так же, как и произносятся. Это главное правило, которое нам твердили на уроках белорусского языка. Как слышишь, так и пишешь. Из-за того, что территория страны в разные эпохи принадлежала разным государствам, основной язык часто менялся. Например, на протяжении 17 лет в 20 веке их было сразу четыре. Русский, белорусский, польский и идиш. Национальная валюта в Беларуси – белорусский рубль. А в 2016 году в стране была проведена деноминация, и стоимость валюты уменьшилась аж в 10 тысяч раз. Тогда же, воборот, впервые за всю историю независимой Беларуси были введены монеты. Также в Беларуси, в отличие от России, всего один паспорт, и нет разделения на заграничный и внутренний. В Беларуси родили сразу два президента Израиля – Хайм Вейцман и Шимон Перес. Также в стране имеется целых пять нобелевских лауреатов. В 2015 году премию по литературе получила Светлана Алексеевич. В Беларуси очень доступна и качественная медицина, поэтому многие едут сюда именно для этого. Точно так же сюда едут ради казино, которые в России, например, запрещены. И мне не раз рассказывали, как российские звезды, эстрады, даже Пугачева приезжала поиграть в казино. В Беларуси находится национальный парк Беловежская опуща – самый старый большой лес в Европе. Именно там обитает зубр, и больше ни в одной стране Евразии в дикой природе их нет, разве что в зоопарках. Именно зубр является одним из символов Беларуси. Еще одним является цветок-василек, а город Полоск считается географическим центром Европы. В честь этого там даже установили памятник в виде компаса. В Беларуси очень развито сельское хозяйство, и все мемы про картошку – отнюдь не мемы. Огромное количество национальных блюд содержит в своем рецепте именно этот продукт, а национальное блюдо считается драники. Также Беларусь входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции в мире. А весомый доход в бюджет страны приносит добыча и экспорт соли – около 1 миллиарда долларов в год. Из-за отсутствия нефти или газа страна зарабатывает путем производства различной продукции и ее экспорта в другие страны. В Беларуси названия множества компаний начинаются на бел. Так, например, БелАЗ, которая производит самый большой самосвал в мире весом 360 тонн, высотой колес 4 метра и стоимостью в 10 миллионов долларов. В отличие от России и Украины, в Беларуси гораздо меньше заметно разделение на богатых и бедных. После распада СССР, в составе которого Беларусь тоже была, она переняла множество бывших там названий и вещей. Практически во всех городах стоит памятник Ленину, а многие улицы так и носят имена советских политических деятелей – Фрунзе, Кирова, Свердлова и так далее. Также в стране до сих пор действует КГБ – Комитет государственной безопасности. Плюсом там сохранены колхозы, поэтому все многочисленные поля обрабатываются и выглядят очень чистыми, что заметно даже на Google Maps. Сколок Беларуси, в отличие от российских, десятибальная система оценок. Со времен распада СССР страной руководил и руководит до сих пор, вот уже 28 лет подряд, мой земляк Александр Лукашенко. До президентства он работал председателем колхоза города, в котором я родился, Шклов, да и вообще у меня на родине очень много людей, которые его знали до президентства. По официальным данным, его зарплата составляет примерно 3750 долларов в месяц. До 90-х годов Беларусь была восьмой в мире по запасам ядерного оружия. Общее число боеголовок составляло 1120. Однако, опять же, после распада СССР, все ядерное оружие было перевезено в Россию. Из всех европейских стран только Беларусь не вошла в Совет Европы, поэтому ей нельзя обращаться в Страсбургский суд по правам человека. В 90-е национальным гербом Беларуси была погоня, нынешняя символика Литвы. Сейчас этот флаг запрещен на государственном уровне, и за его демонстрацию можно очень быстро отправиться за решетку. Это, кстати, дополнение о безопасности. Ситуация, как вы понимаете, довольно двоякая. Нынешний флаг Беларуси состоит из трех цветов – красного, зеленого и белого. Белый отражает старинное название страны – Белая Русь, и олицетворяет духовную чистоту, свободу и свет. Зеленый, что, естественно, показывает лес, растительность и жизнь. А красный алую кровь, пролитую за независимость, в войнах, которые в большинстве своем проходили именно на белорусских территориях. Во время Великой Отечественной войны вся территория страны была в оккупации, а Минск разрушен и отстроен заново почти с нуля. Герб выглядит вот так, и это почти тот же герб, что был при СССР. Пропали только серб с молотом и надпись «Пролетарии всех стран объединяйтесь». В качестве гимна с 1955 года использовали песню «Мы, белорусы». А после распада СССР текст из нее был убран, и вплоть до 2002 года гимном служила одна лишь музыка. И в том же 2002 году Александр Лукашенко одобрил новый текст, который исполняется до сих пор. В Беларуси по-прежнему не отменена смертная казнь, в то время как в России на нее действует временный запрет. У нас вряд ли получится поступить в вуз по блату. По окончании школы все сдают экзамены, ответы на которые заранее узнать невозможно. Частный бизнес в стране не особо развит, из-за того, что государство выставляет ему жесткие рамки. Уровень жизни в Беларуси немного выше, чем в Украине, но незначительно ниже, чем в России. В стране очень много программистов, ведь именно тут расположены крупнейшие мировые аутсорсинговые компании. После Индии, конечно же. Например, ЕПАМ. Вообще, быть программистом тут это очень престижно, ведь зарплаты постоянно растут, да и возможности перебраться куда-нибудь на другое место предостаточно. По мнению некоторых политиков, беларусы куда более приучены к порядку и труду, чем русские и украинцы. В Беларуси очень мало банков по сравнению с той же Россией, всего около 30. Национальная библиотека Беларуси одна из крупнейших в мире. При общей площади в 112 тысяч квадратных километров под книги выделена половина. Основной фишкой здания является гигантский шар, покрытый светодиодными панелями, что делает его самым крупным рекламным экраном в стране. И всего за 3 доллара за минуту с 9 до 10 вечера вы можете гонять там любое изображение. В 2006 году при прокладке линии Минского метро на глубине 8 метров было обнаружено и поднято метровая кость ископаемого лесного слона. За 9 месяцев 2011 года докторами наук в Беларуси стали 28 ученых. Это в среднем по 3 человека в месяц. В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси. Пострадало более 2 миллионов жителей, а в некоторых зонах люди уже никогда не смогут жить. В отличие от России, в Беларуси отличные дороги. Так говорят. Насколько это правда сказать сложно. Это субъективный факт, но дороги действительно хорошие. В Беларуси водится половина мировой популяции маленькой птички, которую называют вертлявой камышовкой. Купюры и евро делают из белорусского льна. На авторство современного бюстгальтера претендует множество женщин. Однако считается, что именно Ида Розентль, переехавшая из Беларуси в США, изобрела элемент женского белья в том виде, в котором он существует до сих пор. Отдел белорусской милиции, занимающийся эвакуацией автомобилей с улиц, ездит на трактора. Это, конечно же, смешно, но сейчас такого нет, да и я лично никогда не видел за свою жизнь. После распада СССР в Беларуси осталось множество военных предприятий, поэтому страна занимает 20-е место по экспорту вооружения. Именно белорус Франциск Арина напечатал первую библию в Европе. Беларусь – одна из самых грамотных стран в мире, восьмое место в топе и 99,7 грамотного населения. Средняя зарплата в Беларуси составляет 632 доллара. В стране очень любят хоккей, особенно президент. Проходившему в Минске в 2014 чемпионату мира построили большое количество отелей, стадионов и других зданий, которые сейчас успешно простаивают. В Беларуси 7 ноября выходной день именно тогда, в 1917 году, произошла Октябрьская революция. В стране не принято не то что критиковать, а даже обсуждать политику, даже подумать о политике. Недавно Лукашенко представил первый белорусский ноутбук от завода «Горизонт», пусть и белорусского, там всего 12%, но это более чем нормальная ситуация, учитывая, что все процессоры и детали там производятся в разных странах. Хотя к концу года обещают увеличить этот процент до 30. На этом же заводе работал предполагаемый убийца Кеннеди – Оксвальд. В тогдашнем СССР он несколько лет жил в Минске. В Беларуси в армии служат полтора года, но если служить после учебы в университете, срок сокращается до одного года. Беларусь более 600 лет была в одном государстве с Литвой, более 300 лет с Польшей и почти 200 лет с Россией. Ну и конечно же, 101 факт, сногсшибательный факт в ТГ по ссылочке в комментариях или описании. Обязательно заскочи и глянь, сформируешь полную картинку 101 факта. Смотрите наши другие выпуски 101 факт вот в этом плейлисте, не забудьте написать комментарий и поставить лайк под ролик, ведь мы очень стараемся. Субтитры сделал DimaTorzok